В те же недели мне попадается работа американца Брегга. Может быть, с помощью диеты Брегга я укращу недуги. Четыре с лишним месяца я следую его рекомендациям. Я худею на восемь килограммов, во мне остается девяносто пять. Они представляются весьма внушительным весом. Но я так отощал, что сидеть на стуле мог только на подушках. Казалось, во мне остались одни кости. Надо полагать, я и тяжел ими. Следствием питания по Бреггу явилось увеличение спазматических явлений. Заснув, я непременно просыпался через час-два от одуряющего головокружения. К трем-четырем утра оно ослабевало. Как позже я уяснил, это была типичнейшая реакция на голод. Ведь при чрезвычайно скудном питании я вел весьма деятельный образ жизни. Кроме того, мой организм за десятилетия физической работы привык к энергичному обмену. Прогулки превратились в пытку. Внезапно я начинал кружиться забор. Я отводил глаза и не смотрел на него. Я ощущал зыбкость почвы. Это случалось не раз. Бывало и хуже, когда я мог выходить лишь с помощью близких. Однако самыми мучительными были ночные головокружения. Постоянные, обязательные и не поддающиеся никакому влиянию. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Увлеченный патетикой Брегга, я не сразу разобрался в причинах и терпел. Я подавлял в себе любые слабости, считая, что процесс привыкания не может не быть безболезненным. А надо мной стоял голод. В другое время я рухнул бы под натиском столь неблагоприятных обстоятельств. А теперь держался. Я сам удивлялся, каким же стойким и выносливым делает психотерапия словом. Огромное лечащее значение данного метода становилось для меня все более очевидным. Не успел я разобраться в истоках неприятностей, как поспевает новая беда. Я замечаю за собой некоторые странности, необыкновенную жажду, невозможность насытиться. Сдаю кровь на анализ. Вот это фокус. У меня довольно высокий процент сахара в крови. В первые дни я был оглушен. Сахарная болезнь. Я дрогнул, ведь эта болезнь не позволит развернуть тренировки, как я их представляю. И значит, я не смогу быть неутомимым и неуязвимым для бед. Через несколько дней во мне пробуждается ярость. «Быть того не может. Я хозяин себе. Буду ползти по сантиметру, не отступлюсь. Буду следовать оздоровительной программе, буду тренироваться. Буду приучать эту болезнь к своему образу и пониманию жизни. Не я подчиняюсь ей, а она мне». Сначала я жестко ограничивал себя в углеводах, но после убедился, что без подачи их в организм нечего и помышлять об активной жизни. Я не позволял себе есть лишнее, но то, что организм требовал, я давал. Это в значительной степени избавило меня от слабости. И все же я под впечатлением новой болезни. То, что я узнаю о ней, угнетает. И я стихийно начинаю твердить, что у меня нет никакой болезни. Я здоров. Все неизбежно придет в порядок. Все сбои временны. Я сочиняю крамольную формулу. Я отвергаю и не принимаю все правила. Я изменяю неизменяемое. Мой организм подчиняется моим законам. Я их ему назначаю. Высший судья над всем — моя воля. Это не было фанатизмом отчаяния. Я почитаю волю всемогущей. Я верю в жизнь. Моя жизнь непременно сбудется. Ничего нельзя терять в унынии. Все сбудется. Никогда не сомневайся в своих возможностях. Все можешь. Назначение воли — быть сильнее всех обстоятельств. Крамольность формулы защищала меня и от духа неверия, и от насмешки. Слишком много авторитетов почитает такое положение безвыходным. Слишком велик груз иных мнений и примеров. Продолжение следует...